Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Она севшая, да, вообще? Севшая, да Ой, запах Жигулей Да, запах тот самый Мне кажется, он сильнее только тогда, Михаил В августе 2023 года, уже прошлого получается Мы купили эту прекрасную Жигули всего за 500 евро Кому-то кажется дорого, кому-то кажется дешево Но у нас классика даже подороже многих иномарок Как вы знаете по моим сериям из перекупства Зачем купил эту Жигули? Не знаю, просто написал подписчик Мне стало интересно Мы ее купили Она крепкая была по кузову Но было одно но Она по внешке такая была подушатанная Внутри не очень приятно пахла, скажем так И последний раз, когда на ней был пройден тихосмотр Это было 10 лет назад Была продана из-под дедушки Жигули Которой 10 лет не пользовались На которой сунулись на тихосмотр И там произошел или конфликт, или что-то Или какой-то непонимающий классики Был работник тихосмотра В общем, машину зарубили По всем возможным пунктам Она не прошла тихосмотр То есть такого никто никогда не видел Но я точно И план по этой Жигули был По-быстрому восстановить и продать По проекту перекупства Где я иду с нуля до Панамера Со мной списался некий Михаил Который захотел приобрести эту Жигули И мы стали вести с ним переписки Сейчас надо быть в малярку вкинуть Мы подвыпрямили, да, тут крышу выровняли Сейчас тогда будем красить оба бока Я тут уже нашел запчасти некоторые Сзади там я фартук поменяю Красим колеса И в принципе все И она будет красивенькая все Хорошо, приснили мне, пожалуйста Все рекомензии там цифры И просто так вот брось переписки Все, хорошо Тогда буду держать тебя в курсе И какие-то фото слать Сам он находился И сейчас находится в Норвегии И соответственно просто присылались деньги наперед То есть какая-то определенная сумма Мы разбили в принципе на три части Как я сейчас помню, по-моему Да, первый этап Это было Первое перечисление Это было тысяча евро Где просто в плюс 500 евро Я как бы продал Жигули И сверху было приведено еще тысяча На просто какие-то внешние доработки Там нечистка, полировка Какие-то подкраски Но в процессе вот мы только начали работать с ней И понеслось Леша, давай мы поменяем все тормоза в круг Хорошо А давай полностью обслужим мотор Без проблем А давай все-таки покрасим ее всю Кроме крыши В принципе она освежилась в круг Плюс манипуляции, кто помнит С задним фартуком Я сам был очень рад этой работой И вот этим как бы приколом на заклепке Вырезать просто и нахлёст прикрепить задний фартук Все это открасить с двух сторон Почему нет? Это быстро, дешево По визуалу как новое И на протяжении пяти месяцев Мы периодически делали эту Жигули Мы ее сделали Но не совсем Как обычно остаются считанные чуть ли не часы И что-то нужно доделывать Представляете? Еду в соседний город Уже почти приехал Знаете для чего? За ручкой Розочкой Нашел одно единственное Даже не объявление У знакомого Который недавно ее купил Оказывается они у нас денег стоят Ни одной продажи Ни одного объявления На ничего подобного нету А клиент очень хотел А как я могу не помочь? Так что Едем в город-герой Локса Мне осталось все 15 километров Универмаг заброшенный Опа, работяги Здорово Опа, привет Запрещенный товар Поэтому мы за углом Спасибо Привет Оцен У тебя ветер Короче там М10 1.25 Должна быть Везьба Мы ее чуть-чуть Я думаю Или я Вот здесь вот Нет Ничего не надо Ты перерезал А ты перерезал? Михаил приезжает 16 декабря в Таллин Забрать Жигули Подарк себе на Новый год Видимо хочет Ну казалось бы 5 месяцев тоже прошло 16 декабря он приезжает И хочет сразу же забрать Жигули Но она немножко не готова Во-первых Мы не успеваем Просто не успеваем Потому что очень много работ Предрождественских Предновогодних Меня завалили просто клиенты работами И все Вот прям Конец года Итак Сегодня пятница Я на выходные договорился С ребятами Которые доделают Антикор днище Потому что вчера мы В паре с Валерой Доустановили Докрепили Наконец-то Ремни правильно Инерционные Которые мы устанавливали Все под Дособрали Все мелочи Все что было Недособрано по салону Все машина полностью собрана Сейчас я еду На антикор И плюсом Миша еще попросил А можно ли Поменять Масло в коробке И в редукторе Конечно мы поможем Так воскресенье Ладно завтра Посмотрю Ключики Я говорю Да у нас все протоколируется Как обычно Ключики Не-не-не Все нормально Если хотите посмотреть Можно Слушай, ну если не сложно Давай я такой Кадр возьму Ну да, нам по сути свет остался Планку переклеить Планку переклеить Она кверх ногами Валерой приклеена И тихач И фару, кстати Не забудь Красную Ну другое дело Все наляпано Да, но он даже как надо Чуть-чуть Зажиженный Кстати, можно снять Было Как с завода Вся жирная Как поезд пассажирный Ну нормально У нас же основная задача Была еще по тихосмотру Там же было зарублено Что Типа ржавые места Лапы нет одной И Ну а сейчас тут не доколупаешься Тут даже не определишь Это, кстати, хороший лайфхак Купить пакбалону в битуме Типа ржавая машина Просто люкс И типа вот оно Замастичено А еще развал бы на ней сделать Точно Ёпарасите Завтра Да-да-да Она у меня осталась В боксе Отлично Ну все Все Запротоколировано Снимаемся А, резину же еще поставили Точно Шипованная Да-да-да-да-да Отдельно Мы сейчас покидаем Да Шикарно Два комплекта новой резины Вчера новую резину купил Дядьке Он купил 100 колес таких У нее чуть-чуть год старый Типа ей там Больше 7 лет Но неиспользованная Новая резина И комплект резины 60 евро Все Абсолютно новая То есть он при мне Такой раз-раз Распечатал У меня таких 100 колес Потихоньку разбирают Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Понедельник Завтра машина уезжает в Норвегию Мне сейчас надо пройти Техосмотр Есть риски Машина сделана Можно сказать идеально Все Она внешне отлично Выглядит Внутри как новая Днище промазано Все как новое Там не докопаешься Надо расковыривать Лапу мы переварили Короче все пункты Которые нужно было соблюсти Все соблюдено Но Она может не пройти по выхлопу Хоть норма И погрешность Для старых машин Довольно большая По прохождению Этого Выхлопа Но Если карбюратор Настроен был Не очень Она не пройдет А на машине В целом Мы очень мало Поездили Хотелось бы Немножечко на ней Покататься Хорошо Хотя 98 Залил Так что Еду сейчас на техосмотр Потому что Ко мне на работу Уже едет Михаил И там будет меня ждать И если я каким-то образом Не пройду Сегодня То все Коту под хвост И Машина должна уйти завтра Все Паром Норвегия Алло Прекрасный день Прекрасный Декабрьский Конца декабря День Я еду на долгожданный Техосмотр В солнечную погоду Сейчас вам Жигу покажу Наконец-то Все готово Все сделано Охренеть Просто можно Просто можно Охренеть Еще Еще Сейчас я поставлю Вот это Вот сейчас Как по меня Это же Просто песня будет Ничего себе Ничего себе Это гололед у нас Представляете Это весело Вот оно Время Смотрите Как летит Вот Здрасте Разница поколений Хуй Ракс Да Ну а что Еду Еду Он Он тоже Едет Едет Зачем Платить Больше Ой Все За углом Техосмотр Лялька Помазанная Вся Не знаю Удастся мне Что-нибудь Подснять Там на Техаче Но они Все равно Охренеют Потому что У них В базе Все есть Все За что Она была Зарублена Гнилая Ничего не работает Все развалено А тут Хоп И цело Это прикольно Может Хотя бы На диктофон Что-нибудь Возьму Красотка Уезжает В Норвегию Возьму 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 Вы представляете Сколько Пунктов Просто Все Зарублено Было Но такого На самом деле Не бывает Это Сейчас Все Это Прошлось Все Сделано Было Техосмотр Имеется Все На год Правда Здесь уже На всю Жизнь Сделано Ну Капец Такого Вообще Никто Даже На техосмотр Сейчас человек Говорит А как Это Вообще Че Там За Скандал Был Такого Не бывает Но Все Окей Я Доволен Только Что Все Работало Жигули Так Все Только Что Вот Все Только Что Работало Просто Хераси Мне Вообще Моя Работа Нравится Ради Таких Моментов Мне Кажется Я Даже И Не Выгораю Бывают Ночи Напролет И День И Ночь Что Работаешь И Все Делаешь 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 И Везде И Одновременно У меня Помимо Того Что Вы Видите Еще Куча Проектов Тут Просто За Два Дня Прилетела Машина Поставь Подсветку Лех Хочу Подсветку Поднище Пожалуйста Это Все Бегом Быстренько Делается Это Не Просто Приклеили Весь Салон Разбирался Полностью С Машины Чтобы Через Правильные Отверстия Все Это Привести К Блокам Чтобы Все Это Было Подключено И Включалось Как Надо И Выключалось Как Надо Еще Из Телефона Все Управляется Это Просто Одна Из Работ Которая Которую Невозможно Отснять И Вам Показать Что Хотелось Бы Впоследствии И Такие Моменты Ребята Они Прикольные И Поэтому Мне Все Это Нравится В Общем Сейчас Будет Спустя Пять Месяцев Пять Месяцев Переписок Представьте Все Какие-то Согласования Я Какое-то Видео Сниму По Жигуле Отправлю Окей Все Подходит Раз Перевод Денежный И В конце Тоже У нас Был Этап Мы Немножечко Уперлись Не Могли Закончить Потому Что У меня Предновогодняя Неделя Все По Клиентским Машинам Раскидано И Просто Несколько Этапов Было По Жигулям Я Не Мог Ее Просто В Работу По Ресурсам Все Последний День Как Обычно В Общем Техосмотр Мы Прошли Я Просто Рано Выхлоп Там Все Зелененько Все Отлично Сейчас Мы Зайдем В Бокс И Михаил Первый Раз Увидит Машину Вживую Ну Соответственно Поедет Нас Катать Уже Ух ты Михаил Ты Оделся Не Для Жигулей Привет Или Наоборот Да Так Это Уже Клиенты Встречают На входе Сколько Было Пунктов Зарублено Представляешь Все Она Сама Прошла Потому Что Когда Зарубают На Техаче То Им Надо Вот Этот Каждый Пункт Сфоткать Он Такой Бля Бля Тут Профи Видео Снять Короче Снял Да Плюс Отдельно Нафоткал И Но Работа Была Большая Пойдем Смотреть Это тебе Для Историю Если Вдруг Сейчас Через Пять Минут Нас Остановят В нос Вот Страховки Нет Смотри Шильди Каладо Не хватает Да Он Будет Вечером Он Будет Вечером Он Будет Вечером Маленькая Кажется Большая На видео Я специально снимал Так что Точно Продать Охуенно Слушай Ну да Знаешь Чья Да ладно Твоя Теперь Твоя Слава богу Фух Ну да Слушай Ну Это же Жваз Да Он Непредсказуем Он Интересен Прокатить Это Да Мы очень Хотим Это Постоянные Друзья Гораздо Старше Твоего Возраста Давай Давай Садись За руль Вот Здесь Тебе Подарок Ждет Смотри Ее надо Понять Как Установить Потому что Я пытался Накрутить Она Ломается Потому что Здесь Закусь Маленькая Ну Пока Так Тут На штоке Если Это Сейчас Убрать Там Первый Виток Его Надо Будет Подпилить Чтобы Она Начала Да Мне вчера На заводе Резьбу Наточили Как бы Сразу Новая Я в Локса Ездил за ней Не на одном Он говорит Последнюю Вот он Ее купил И мне Восстановил Говорит Самое дешевое Что найдешь За 50 евро Я говорю Ну ладно Миша Хотел Говорю Что еще есть Ой Там полный Багажник Мы кстати Можем Посмотреть Аптечка Это прям Прилагающаяся К Жигулям Вот это Была Я сейчас На техосмотре Показал Да Показал Людям Вот это Уникальная Документация Миша Который Сейчас Они просто У них Были Сервисные Книги Я говорю Да Смотри Здесь Оригинально Здесь есть Талон Комплектации Тачки Это Вообще Это Уникальная Бумажка На Имя Первого Владельца Сервисная Книга Цвет Краски Примула Банка Заводская Лежит Багажнике Примула На Подкраску На всю Эту Фигню Короче Тут Всякие Штуки Пахнет Прохождение Всех Техосмотров Обслуживаний На каком-то Пробеге Здесь написано К этому Обслуживанию Талон Прикладывается Все что Делалось Офигеть Я такого Не видел Это крутая Штука Да Это тебе Надо Сохранить Слушай Да Прикиньте Есть Жига Теперь Вот тут Техпаспорт На твое Имя А И вот Это Пока Сюда Пальцем Не нажимай Не хватает Шайбы Я со своей Жиги Пойду Скручу Мы нашли Она была Провалена Здесь Кольцо Поджимное Я со своей Пока тебе Дам Там даже Не одна Аптечка Там Советский Чемодан С Пожизненным Количеством Лампочек И всяких Штуку Там Багажники И вообще Куча Всего Даже Лампочка Должна Да Тут Все Работает А Это Не Лампочка Значит Свет Должен Где-то Загораться Да Ну Это Тебе Уже Разберешься Четка Офигеть Резина Я не смотрю Новая Шипованная Еще комплект Эмэски Пойдет Тебе Бонусом На лето Может быть Тоже Новый По тормозам Все Вообще Сейчас Четенько Прошло Я добавил Да Пружинку Это Та печка Это Чтобы в ноги Тебе тепло Было Вниз Чтобы было Тепло Башке Вверх Это Как бы Ну пусть Да Вниз Потому что Здесь все равно Есть Это Направляешь Вот так Вот сюда Да Сюда Печка Тоже Там Была Поломана Пацаны Пацаны Отметим Отметим По старинке Вот У меня и жгут Как раз Даже идеально Давай Я скручу Сцепление Да Не отдавалось Педали Добавил Чуть пожестче Пружинку Звуки Хорошие Сцепление Ну как Да Взнався Зато Она теперь Отдает Прям Прокачаешь Ногу Печка Топит Печка Прям Топит Нормально Ну сейчас Она Выключена Все Я уже Ключи Слева Вот этим Этот От зажигания Этот По-моему От дверей Этот По-моему Был От багажника Как-то так Угу Угу Не помню Только с батей Когда ездил А сам Никогда Не ездил Так я тоже У меня Ну вот Я на своей Шестерка Я на пятерке В жизни не ездил На Ниве Никогда Не ездил То есть Хотя Вот москвич У меня есть А да Заднее Нажать И Да Нормально Как на Порше Поехали Свечи Пригрываем Чуть-чуть Газку Так Часто Коснулся Фары Самая Левая Дальний Дальний По-моему Вниз Да Вот эту штуку На серединке Ближний И вверх Габариты Чисто Типа Ближний Отключаешь Ее Да Вот так На габаритах Едешь Еще и поворотник Уже включил А нет Это поворотники Да Вот так Габариты Ближний Дальний Дальний Моргать Дальним Как обычно Слегка На себя Так Подсос Расскажи Мне Печка Два Режима Причем Они работают Независимо Включено У тебя Зажигание Или нет Давить Надо Сильнее Да Это Посильнее Режим А Наоборот Карбюратор Ублять Я аж уехал Куда-то Осторожно Абсов Нет Ничего Нет Трекшенов Нет Жопа Легкая Она буксует Ну типа Того Да Она Мягкая Смотри Как мы Колдобины Проходим Все Уже Жарко Да Топит Более Чем Нормально Это Специально Потому что У тебя Всегда Приоткрыты Какие-то Окошки Они Знали С завода Да Он все равно Потеть будет Пусть Похерачит Ого Он Думает Что я Еду Кто еще Может Ножи Ехать Мне же Такая Шокия Что за Херня Да Едем Едем Здесь Надо было Просто Поставиться Чтобы Сидень Нужно Посмотреть И боком Так Зайти Не Прям Здесь Нормально Вообще Так Она Так Она Тащит Так А ты Так А здесь Все новое А здесь Много Спонтанностей Всегда Так Как На БМВ Почти Вот Вторая Камера Такой Подхватик Так Она И тянет Нормально Не настроясь Сейчас Так У многих Не работает Вот Чел Говорит Вот У вас Заклинившая Камера Вторая Говорит Она У вас Так Плохо Едет Все Настроил Перебрал Да Надо Смазать Трапецию Брызгать Чуть На себя Эти Жидворники Дворники Новые Они Еще Не Сели Ток Ток Вчера Поставил Абсолютно Новые Слушай Вчера Продувал Да Она То Одна Дула То Вторая Еще Поправим Да Я тебе Думаю Что Нет Он Открыт Понял Вот Чемодан Тебе Подар Офигенно Ведро Твое Любимое Ведро Тут Всякое Опа Ничего Даже Тормозной Цилиндр Да Вот Это Примула Краска Заводская Там Всякие Винтики Лампочек Они В принципе Не перебирают Никогда Но Это Вот Прям Совковые Да Совковые Какая-то Штука Пару Шарниров Короче Все Что У Деда Было А Подвески Не надо Ничего Поменено Да Все Новое Да У тебя Был советский Чемодан Трятки Порваны Здесь Какие-то Причиндалы Заводские Заводской Фонарик Кстати Иди Ищи Где его Втыкаешь В салоне Так Я же Смотрел Капец Ты там Даже Когда знаешь Иди Найди Принайдем Ну что Вижу Да Ну офигеться Не запрятали Ну там Офигеться Не запрятали Сейчас ты мне просто так быстро Я не могу столько информации Будешь принимать Одно время Ты же забыл Я из Норвегии Да Родился в Эстонии Да Хуй Сурскреминг Привез Тебе надо Хреждисто Чувствовать Приколу Просто всем Вот Наши Это шведская А Шведская Да Работает Круто Все Уезжает Это какие-то раритеты Да 25-26 года Пусть будет Ну все Едь Пока Редактор субтитров Друзья Охренеть Кайф Кайф Представьте Вот сколько Проехала Эта Жигули На ней же Кто-то помнит Мы снимали Вся торпеда была То есть Это не подтвержденная Информация Ну вроде бы Как со слов Предыдущего владельца Эта Жигули Побывала И в Канаде И там Полмира Объехала И в очередной раз Она приезжает И будет Ну жить Раз в год Она будет возвращаться Сюда На каникулы В Эстонию Проходить Здесь техосмотр Уезжать дальше И Ну как говорится Big boys Big toys Эта игрушка Будет выходного дня Которая будет Холить Лелеть Любить И ну круто Круто Я честно Я не мог не поделиться Этой историей с вами Потому что Ну практически Частичка Сердца Наверное Души Там осталась В Жигулях Сколько Ну 5 месяцев Каких-то работ И возни с ней Уже Как что-то свое Родное Так же И там Осталась В Жигулях Частичка Моего вклада Души Круто Круто Ребят Будут еще такие проекты Будем вас радовать Вы не переключайтесь В общем Ребят Конец Года У меня такими Получается Хорошими Хорошими Эмоциями Закончился И Вообще Вообще прикольно Прикольно Что так можно делать Прикольно Что я могу Принимать Непосредственно В этом участие Что могу с вами Делиться Вы Отчасти Принимаете участие Я же читаю Ваши комментарии Постоянно И где-то Что-то Вы мне помогаете Где-то Я вам помогаю Крутяк Вот В общем Я рад Вы меня поддержите Комментариями Подписками Кто вдруг Не подписался Еще И Мы Будем Продолжать Будут Новые Истории И Скоро Увидимся Короче Леша Смотри Вот Как Просил Тут же Когда Ехало Все Огонь Вообще Без проблем На дороге В объекте Заводилось Лучше Чего В гараже Только Лапочка Только Она Остальное Все Супер 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 Ура Вы в Норвегии Что такое А Ну посиди Покайфуй Покайфуй Давай Покайфуй Покайфуй На дороге Продолжение следует...